Ребята, это река Ту. Просто две буквы. Буква Т и буква У. Получается река Ту. В общем, друзья, всем привет. Вы на канале Семя на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот в инстаграм подписывайся, если ты еще этого не делал. И я вас приглашаю сегодня в новый выпуск. Я покажу вам Ольгинку. Это поселок, который находится в Краснодарском крае, на побережье. Многие, многие из жителей России выбирают этот поселок для провождения своего отпуска, своего отдыха. Давайте прогуляемся здесь по набережной реки Ту. Посмотрим на пляже. Возможно, где-то мы посмотрим на цены. И кто-то из вас сделает свой выбор приезжать в Ольгинку или не приезжать. Это река Ту. Еще раз повторюсь. Мы здесь останавливались в придорожном отеле. Обзор на него можете посмотреть, пройдя по ссылке в описании. Нормальный такой отель, если в двух словах, если его рассматривать на одну ночь. Вот как сделали мы, переночевали. Если рассматривать его на... именно приехать и снять его на отдых, то, пожалуй, нет. В общем, смотрите обзор по ссылочке в описании. Река такая забетонированная. Как я понимаю, что это просто сделаны специальные бетонные сооружения, чтобы реки с гор спускались и тут ничего не размывали. Там у нас, значит, смотрите, частный сектор. Это все гостевые домики. Это отели, мини-отели какие-то различные. На этой стороне есть тоже отели. Такая набережная, елочные деревья. Конечно, все пока закрыто. Видите, все бутики, они затянуты роллетой. Еще пока не хотят работать, хотя на дворе уже первое... Завтра первое июня. Да, завтра первое июня. Ну вот, как-то так. Даже, смотрите, разливные напитки закрыты. Шашлык закрыт. Так, ребята, вы чего? Нужно работать. Спокойная набережная. Я специально пошел по вот этой стороне, чтобы вам показать ту часть, потому что здесь, по сути, ничего нету. От слова, совсем кроме деревьев. А здесь хоть какая-то туристическая атмосфера, но скучная. Спокойная, но скучная. Вот, видите, бар тоже закрыт. Вывеска есть, все закрыто. Я не знаю, может, кто-то смотрит выпуски с местных. Напишите в комментах, с какого числа здесь будет движуха, чтобы люди могли приезжать и прям полноценно отдыхать. Смотрите, значит, есть указатель. Набережная, пляж прямо, торговая галерея есть, спортивные площадки, детская площадка. А, это отель Гамма. Это, то есть, вот он по левую у нас руку, такой большой-большой комплекс. Вообще, вы знаете, когда мы искали здесь остановиться на ночь, минимальные цены, которые были в Ольгинке, это 1300 рублей, и все, и пошла цена в гору. Причем, вы знаете, жилье не самое, не самое из приятных, как говорится. Вот, и даже за 2, за 3, за 3 500 жилье тоже. Так себе. Вот, если такое здесь жилье, ну, от слова, можно даже так сказать, дорогое, да, то интересно, что они дают взамен в виде инфраструктуры и для туристов. Вот, собственно, с вами и будем смотреть и изучать сегодня этот поселочек. Вот открылись, значит, шмотки продают. Здесь, кстати, вот, кто будет останавливаться, да, из вас выберет, то, знаете, вот здесь вот по вечерам, если вы вообще, в принципе, неважно, где, возле реки снимаете жилье, то вечерний хор лягушек обеспечен. И поверьте мне, это очень-очень громко и отчасти даже бесит. Поначалу прикольно, потом бесит. Мы так остановились в Лоо, возле реки, и нам пришлось даже на ночь закрывать окно, потому что было невозможно даже спать. Здесь можно перебраться по мосту на ту сторону. Там вот эти палатки на дувашке, я их уже разглядел. Чуть позже их, чуть позже, значит, покажу вам вот эти палатки, да, что там есть. Пока пойдем туда, в сторону набережной по указателю. Я напомню, мы здесь вообще впервые, такие не местные туристы. Поэтому пока по набережной пройдемся там, по самой набережной посмотрим, потом в завершении выпуска пройдем по той стороне. Здесь уже, смотрите, людей тут прибавилось. И хорошо, что мы не перешли вот на ту сторону, потому что, видите, там получается весь вид закрыт вот такими апартаментами. Они на букинге так и называются. Апартаменты. Да, прикольно. У нас сегодня жарко. С утра уже 24. Я думаю, что если сегодня будет, ну сейчас в смысле, будет нормальная вода без шторма, вчера просто был такой шторм лютый, позволит нам водичку искупаться, то мы попробуем с вами берег, заход в море и как температура воды. Так что не переключаемся, досматриваем и наслаждаемся солнышком, ребята, через экраны. Я думаю, что многие из вас совсем скоро соберут чемоданы и стартанут на море. Вот, слышите хор турецкого? Да, вечер вечером тут просто дискотека. Так, ну что, вот палаточки, надувашечки, носочки, банданы, платочки, лежачки, сумочки, вон, черстяные тапочки и, конечно, детские игрушки. И все это вот в таком вот теневом природном навесе. Класс, обожаю такие навесики. Тир пока заколоченный, пока не открылся. Подходим мы, значит, уже к морю. Вон уже видно море. Слушайте, ну, вроде, по-моему, спокойно. Я так вроде разглядываю. Здесь прям посмотрите, сколько всего. Большой выбор. Ну, как обычно, да, по классике, как в любом туристическом проходе есть все, что вы только хотите в свой отдых. Вот, даже такая есть аренда вот таких каяк, саббордов, электро всяких штук. Так, и смотрите, здесь даже есть еще пятерка. Может быть, кому-то будет тоже нужно. Давайте вам покажу. Здесь есть специи, сладости. Есть даже, вон, смотрите, карпидиловая фирма. Ночной клуб. Мята, о, как видите, не так тут все и тихо, спокойно. Даже клуб есть. Вот, в общем, отели прям тут. Первая прям линия вот так вот здорово. Пятерка. И вот такая парковочка. Так, и что, мы поднимаемся уже, значит, вот сюда на пляж. Здесь есть такой, смотрите, какой-то аквариум с кактусами. Он, кстати, открытый. Ладно, не будем-то руку сувать, а то мало ли. Так, ну что, река заканчивается вот так. Не впадает в море, но, наверное, она впадает, когда здесь уже идут дожди. Вот такой пляж. Кусок набережной. И пока, я не знаю, пока все закрыто. Ну, хоть тир открыт. Не знаю насчет этой мороженой. Тут лимонады. Хаус-пицца закрыта. Навесики стоят. Здесь, наверное, будут какие-то прыгунки, но пляж находится в живописном месте. Прям просто классно. Смотрите, как шикс. Пляж учебно-оздоровительной базы Горизонт СПБГУ. Вот так вот. Здесь сразу есть такая палатка, которая пока тоже не функционирует. Ух ты, да. Навесики. Сколько людей. Не знаю насчет платные и бесплатные лежаки. Информации тут пока нету. А я хочу вместе с вами сходить вон туда, к скалам. Посмотреть, как там. Люди не купаются. Ну, мало кто купается. Море, ну, так себе, конечно. Я говорю, вчера был очень сильный шторм. Пойдем туда подальше. Я вижу, что там тоже люди купаются. Я думаю, что вода там гораздо почище. Так, пляж муниципальный. Вот я вижу вывеску. Здесь вот так вот есть катамараны. Все сдается. Сделаны вот такие бунгалы. Слушайте, ну, расположение пляжа, конечно, очень крутое. Гляньте. Скалы. Красота. Граница муниципального пляжа. Все. Дальше, видимо, начинается частный пляж. А вот с этой точки можно, в принципе, увидеть, как он там вдалеке. Смотрите, сколько людей. Горы. Ну, классно, да. Пляж великолепный. Ребята, чтобы вы лучше для себя поняли, где вам остановиться в Сочи, мы написали свой авторский гайд путешествий по Большому в Сочи, где есть всякие локации и места. Приобретайте, изучайте и выбирайте для себя место и путешествуйте по Большому в Сочи с удовольствием. Цена всего лишь 490 рублей. Напишите либо мне в инстаграм, либо Настеньке в инстаграм в директ. Приобретайте, изучайте и путешествуйте. Смотрите, здесь вот такие уже сделанные беседки. Лавочки со столиками. Прикольные. Мне нравятся. Я таких еще не встречал. Испалет. Есть вот такая вот воркаут-зона даже. Там висят груши. Детская небольшая площадка. Людей, я думаю, что в каком-нибудь июле здесь будет просто до хрена. Учитывая, что сейчас вот отсюда, вот можно, говорю, посмотреть и увидеть, сколько тут, ребята, уже народу. Морюшко. Цвет вообще великолепный, да? Смотрите, он прям бирюзовый какой-то. Класс. Но вот тут водоросли. Есть еще вот такие вот, смотрите, беседки. На крыше можно тусить, можно тусить внизу. Цен здесь нету, поэтому по ценам я вам не подскажу. И можно уйти вот туда подальше. Вот туда, к скалам. Там тоже есть люди. Видимо, там купаются. Не знаю, там получше, не получше. Но здесь вот очень много намыло водорослей. И вот они в море все плавают. Я даже, кстати, вижу, какой-то здесь аквапарк есть. Вы видите, не знаю, это приотельный, не приотельный. Сейчас зайдем тоже посмотрим. Посмотрим. Вот смотрите, если пройти чуть дальше, здесь уже прям такая дикость-дикость начинается. Грязная вода. Вот там нет водорослей таких, а здесь и есть. Поэтому кто выберет Ольгеньку, обращайте на это внимание. Причем, смотрите, вот идет прям полоса грязи. А там дальше нормально. Но люди вот уходят купаться сюда. Посмотрим сейчас, что из себя представляет здесь. Такой дикий пляж. Может быть, куда-нибудь по скалам пройдем. Ой, сколько мошкары. Нет, ребята, знаете, я решил туда не идти, потому что мусорно. Посмотрите, везде валяется мусор. Там неприятные запахи, туалет устроили. Поэтому нет, туда мы не пойдем. Кто захочет из вас осипелить Ольгеньку, сходите, посмотрите. Но я пас. Пойдемте по той стороне гулять. Ну что, мы, значит, проходим на другую сторону реки. Здесь сразу же встречает нас кафе. Столовая. Прямо здесь, на берегу, можно пройтись вот сюда, вот по ступенькам на такой пирс. Давайте сами это сделаем. Блин, ну вот я не знаю, вот как не обращать вот на это внимание? Ну, мы могли же перед сезоном сделать аккуратно и красиво. Ну, мне кажется, могли. Вот так вот выглядит, ребята, пляж сверху. Вот он, аквапарк, про который я вам говорил. Но аквапарки пока в Краснодарском крае не работают. Да, вот здесь вот вода уже почище. По крайней мере, видны уже камни. Блин, сегодня цвет воды какой-то, ну, очень клевый. Гляньте, сколько пены. Да, ребята, сейчас мы просто с вами идем искупнемся. Вон там где-нибудь чуть подальше. Здесь, смотрите, какая классная есть челлаут-зона. Вот так вот сел и залипаешь на море. А вон там вот такие красивые затяжные волны. Слушайте, здесь великолепно. Но учитывая, что здесь будут очень забиты пляжи, это, конечно, будет не то пальто, как сейчас. Поставили здесь, значит, баки мусорные раздельного сбора мусора. Дальше снова есть кафе. Кафе у моря так и называется. Вот с таким вот видом можно посидеть, пообедать. Либо занять себе самый лучший стол. Что по ценам? Так, 500 рублей уха. Да, вот, на самом деле, вот так вот я делаю. Котлеты, котлетки, 220 рублей. Правда, по-домашнему здесь. А, куриная сколько, да? Куриная, что-то, знаете? 200 рублей куриная. Вот такой. Салаты. Сканируем? Сканируем. Чтобы знать цену сразу. Ну, конечно. На море посмотрел, пока миспо загорал, приценил за жизнь. Естественно, да. Правильно, с одной стороны тоже. Ну, и все, и все сразу знаем. Здорово уже. Для чего технологии довели? До прогресса. Не, чтобы память развивать, запоминать все. А то уже раз и все. Ну да, ага. Почему мы так плохо помним, забываем? Так, вот такие цены. Ну, давайте спускаться, значит, на пляжик. Ну, многолюдно. Даже сейчас. Здесь, конечно, в июле вообще будет просто. Негде даже пройти 100%. Вот такая обстановочка на пляже. Смотрите, есть зонты. Это, походу, тоже какой-то вообще муниципальный пляж. Видимо. Не знаю, сейчас, наверное, я себя загоню вместе с вами. Искупнуться в морюшко. Волна, в принципе, сильная. Но люди вот на волнах кайфуют. Что, вы будете купаться, ребят? Да? Ну, перешагивай, Родион, тапочки. Да, ну, сейчас посмотрим. Люди отдыхают, загорают. Сейчас мы тоже немножко отдохнем. И пойду покажу вам ту сторону набережной. Ну, в целом, вообще прикольно, конечно. Прикольно, но, наверное, пока нет людей. Все. Вот тут, наверное, будем падать и купаться. С теми с пацанами ноги мочим. Опа! Да. Волны сегодня нормальные. И даже на спасательной вышке висит, видите, красный флаг. И спасатели объявили о том, что детям нельзя. Взрослые не пускайте детей в воду, потому что волна. Пацаны мои уже даже немножко окунулись. Артем, не заходи далеко. Вот здесь я сказал. Она тебя может притащить обратно. Слышишь меня? Я сказал, выйдите, пока я купаюсь. Выйдите, говорю, пока я купаюсь. Все, выгнал своих пацанов. А с вами давайте окунемся. Блин, грязноватый, конечно. Но мы сейчас это все пройдем. Но заход такой. Глубина. Слушайте, вода чипылющая. Ну так, градусов наверно. Ну 20 точно есть уже. Плавать можно. Вот кто спрашивает, а как море? Что, да можно плавать. Ух, какие волны. Фух, смотрите, волна идет. Слушайте, сколько пены тут. Все, пойдемте на ту сторону. Ну что, искупались. Теперь поднимаемся на набережную. И давайте с вами посмотрим вот эту часть набережной. Посмотрите, как тут спокойно. Людей можно по пальцам пересчитать. Ну, наверное, потому что все пока тусуются на пляже. Есть магазинчик. Еще вот так тут все закрыто. Мороженое, шоколад тоже закрыт. И вот он аквапарк. Видите, аквапарк Лето, который закрыт. Слушайте, ну клевый. Жаль, что пока закрыты все аквапарки. Вот так вот, видите, смотрите, кафе Жемчужины Черного моря. Вот такой здесь заход на пляж. И все, ребятки, набережная закончилась. Вот здесь вот в углу есть туалет. Все, дальше идет частный сектор. И проход туда, в поселок. Ну что, как я вам обещал, оттуда, значит, мы сейчас пришли. И мы попадаем вот на такую вот туристическую улицу, где уже пооткрывали палатки. Ну, вообще здесь, как вы, наверное, заметили, всякие вот эти надувашки, полотенца, футболочки, маечки, кепочки. Все уже давно работает, во все функционирует. Единственное, что не открыли пока, вот, например, овощи, фрукты. Вот, даже, смотрите, тут смузи всякие, соки. Здесь все есть. Во, Настенька, что? Очень много фастфуда, палаток и роллы. Вот нигде особо нету, что прям в эти палатки с роллами были, да? Да, вот. Обычно какие-то кафе, рестораны японские, но сочи, например. А здесь прям на каждом фастфуд бургеры, фри, роллы. Вот это вот супра фастфудное. В общем, видите, здесь всякие игрушки, полотенца, специи, чучкелла, хурма, во. Вот эту чучкеллу правильно вешивать, смотрите, в чехле, потому что обычно она висит открытая и пыль летит. Видишь, как чучкеллу повесили правильно в пакеты? Ну, вот, а вот про что я вам говорил, что здесь чучкеллы висит без пакетов. То есть вы покупаете, по сути, пыльную. Есть здесь машина, надо быть аккуратным. Вот, ну я не знаю, я вот такой большой ассортимент игрушек мягких вообще не видел. Вот, ну, собственно, наверное, все, ребята, все по классике. И вот он пошел, тот самый мост, на котором мы не стали переходить речку, а отправились в ту сторону. Вот такая вот Ольгинка. Что, друзья, вот такой вот выпуск на Сайм получился. Как вам поселок Ольгинка? Пишите в комментариях. Также делитесь своими эмоциями, своим впечатлением, если вы уже отдыхали в этом поселке. Добавляйте свои мысли. Возможно, я что-то упустил и что-то здесь вам не показал. Ставьте лайк выпуску, либо дизлайк, если вам не понравилось. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Всех обнял. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok